Всем привет! С вами Наталья на своем канале Сад и Огород Круглый Кот. Но сегодня не про огород, а про заготовки. Ну, в общем-то, заготовки мы тоже уже практически все сделали. И баночки в подвале, и насушенные, и замороженные овощи и фрукты. Ну, вот чуть-чуть осталось. Что же осталось? Что же в конце я оставила? Это баклажанчики. Сегодня я буду рассказывать, для чего я сушу баклажан, и как я это делаю. Но о пользе баклажан написано и сказано очень много. В моей семье я употребляю баклажаны в большом количестве. Но это, во-первых, желательно употреблять людям, которые страдают же сердечно-застудистыми заболеваниями, пищеварением, подагром. Даже те, которые зависимы от никотина, им легче переносить вот это никотиновое голодание. Действительно низкокалорийный и полезный продукт. Содержание калия, кальция, магния, который снимает отечность. Ну, полезно. И нужно его употреблять. Сколько мы употребляем? Мы употребляем баклажаны. Вот у меня с июня месяц это 5 месяцев. В 5 месяцев у меня есть баклажаны. Смотря как осенью, может быть, и все 6. А что же делать потом? Ну, заморозить, да. Но, вы знаете, замораживать мне не очень нравится. Разные салаты из баклажанов тоже закатали. Но все мы знаем, что вкусно, но полезные свойства, в общем-то, немножко не те, когда у нас свежие продукты. А вот если мы засушим баклажаны, вот все те полезные вещества, микроэлементы, они сохраняются в баклажанах. И действительно вкусно. Но сказать вкусно, это, в общем-то, не все. Сказать почему? Потому что сушеные баклажаны, они немножко меняют свой вкус. То есть, они действительно похожи на грибы. Ну, все-таки, как мы это делаем? Значит, у меня есть сушилка, я рассказывала про нее. И я в ней сушу баклажаны. Как сушу? Ну, во-первых, можно нарезать произвольными вот такими вот кусочками. И можно брусочками нарезать и сушить вот такой сушилочке. Ну, вообще, жидкости у баклажанов очень мало. Поэтому сушатся они довольно-таки быстро. Намного быстрее, чем другие овощи. Но что нужно помнить? Во-первых, когда вы берете баклажаны, вообще любые баклажаны, что бы ни делали, лучше употреблять их в не перезревшем, а в молодом виде. То есть, когда они молоденькие баклажанчики с тоненькой кожечкой, очень нежные, потому что при перезревании, а также и при хранении в баклажанах накапливается солонин. Очень вредно. Это ядовитое вещество. Ну, отравиться мы не отравимся сразу, да, но то, что будут проблемы с пищеварением, может быть, тошнота, может быть, диарея, то есть, ну, нежелательно, нежелательно употреблять этот уже баклажан в таком состоянии. Если я вам говорила про перец, когда я его сушу, я его держу, чтобы немножечко он как бы вот эту вот влагу потерял, то баклажан так делать, с баклажаном так делать нельзя. То есть, баклажан нужно свеженький сразу перерезать и сушить. Как сушить? Это вот в сушилке. Но дело в том, что сушилка у меня вот четвертый год. Раньше у меня сушилки не было. Но я сушила баклажаны. Как же я делала? Вы знаете, я пыталась в духовке. В духовке мне тоже не понравилось. То есть, ну, надо следить более внимательно. И все-таки пересыхает, вот если не вовремя. Что я вам хочу показать? Как я их еще сушу? Вот так вот, как грибочки. Вот видите, вот такую вот гирляндочку я сделала. И где я буду сушить? Я баклажаны всегда сушу осенью. В общем-то, у меня есть свои. Но почему осенью? И я рекомендую это сделать многие, потому что в это время, ну, наша местность, я не могу сказать за всех, но у нашей местности они дешевые очень. То есть, летом они дороговатые. А осенью это как раз сезон, когда их убирают очень много. И я сушу их на батарее. Вот такие вот гирляндочки я делаю. И когда у нас включается отопление, отопление уже включается, и я подвешу их на батарее, буквально два дня они повисят, а они высохнут. Ну, единственное, что, знаете, на улице их сушить летом, ну, у кого есть тоже достаточно, можно. Ну, там всякие мошки, букашки, мушки, вы знаете, все равно садятся. Хоть они не сладкие, но садятся. Не люблю, то есть, не делаю это летом. Чистенькие они, конечно, в сушилке, но, как я сказала, если нет сушилки, можно на батарее. Но на батарее тоже. Вот вы сделали вот такую вот гирляндочку, и может быть какой-то марлечкой. Все-таки есть у нас пыль в помещении, чтобы не садилось ничего. Как бы укрыли, и на батарейку. Сохнет изумительно. И потом вы еще полгода до новых баклажан вы употребляете этот вот чудо-продукт. Как я сказала, у него немножко другой уже появляется вкус, когда он сушеный. Что я делаю? Вы знаете, рагу всякие, подливки с мехой, по-корейски делаю. А еще мне очень нравится суп из баклажан. Вы пробовали когда-нибудь суп из баклажан? Редко, наверное, кто пробовал. Вы не додумаетесь и не даже подумать, не подумайте, что можно сделать суп из баклажан сыры. Он будет никакой. А вот из сушеных он очень замечательный. Но о блюдах это уже потом. Рекомендую вам посушить баклажаны. Сейчас они есть в больших количествах, в недорогие. Как раз время заготовок. Я уже себе насушила. Вот и брусочками, и кусочками. То есть, хотя бы раз в неделю. Но блюдо из баклажан зимой, я имею в виду, всегда у нас есть. Ну что ж, я желаю вам вкуснятины. Очень полезного, чтобы вас всегда было на скляну. Самое главное, чтобы вы были здоровы. Всем пока. С вами была Наталья. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.